Шагая по лесу и лугу, вы вряд ли думаете о том, что находитесь в наземно-воздушной среде. Но ведь именно так ученые называют тот дом для живых существ, который образован поверхностью земли и воздухом. Плавая в речке, озере или море, вы попадаете в водную среду. Это еще один природный дом. А когда помогаете взрослым перекапывать почву в огороде, видите под ногами почвенную среду. Здесь тоже много разных жителей. Жизнь в каждой среде имеет свои особенности. Растения, живущие в наземно-воздушной среде, отличаются огромным разнообразием. Среди них встречаются травы, кустарники и деревья, прямостоячие, вьющиеся и ползучие, и даже паразитические. В отличие от водных растений, большинство наземных растений имеют корни, с помощью которых они удерживаются в почве и получают из нее воду. Более прочные и гибкие стволы и стебли наземных растений способны противостоять довольно сильным ветрам. Некоторые растения поселяются на стволах или ветвях других растений. Влагу и минеральные питательные вещества эти растения получают из осадков и пыли. В наземно-воздушной среде достаточно кислорода, зато часто не хватает влаги. Растения и животные засушливых мест приспосабливаются к экономному использованию воды. Так, кактус накапливает воду в своем теле. А верблюд носит с собой в горбе запасы жира, из которого при необходимости в его организме химическим путем образуется вода. В наземно-воздушной среде бывают значительные изменения температуры, особенно в районах с холодной зимой. В этих районах в течение года значительно меняется вся жизнь организмов. Осенний листопад, отлет перелетных птиц в теплые края, смена шерсти у зверей на более густую и теплую, все это приспособление живых существ к сезонным изменениям в природе. Для животных, обитающих в любой среде, важная проблема передвижения. В наземно-воздушной среде можно передвигаться по земле и по воздуху. Ноги одних приспособлены к бегу, это страус, гепард, медведь. Других к прыжкам, это тушканчик, кенгуру, кузнечик. Из каждых ста обитающих в этой среде видов животных, 75 умеют летать. Это большинство насекомых, птиц и некоторые звери.